Во главе угла собрания тема актуальная – внутренний туризм, то, что надо знать юным белорусам о нашей стране, стране с богатейшей историей. Патриотическое воспитание молодежи, механизм взаимодействия профсоюзов с туристическими компаниями, спектр возможностей, которые могут оказать туристические предприятия детям и школьникам – эти и другие вопросы легли в основу события. Чтобы каждый школьник мог пройти определенными маршрутами нашего народа, белорусов, по памятным местам, по героическим местам, по местам славы и гражданской, и воинской. И организовать эту работу вместе со всеми общественными объединениями и министерствами образования. Сегодня уже определены экскурсионные маршруты для школьников Брещины. Они привязаны к школьной программе. Военно-исторический музей имени Суворова – удивительный образец неоготики в Беларуси Косовский замок, известнейшая в республике усадьба Немцевич, и это только часть предполагаемых туристических путешествий. Участники собрания уверены – прививать детям любовь к богатому историческому наследию своей страны необходимо с раннего детства. Разработана программа для школьников. Мы ее совместно готовили с Беларусь-туристом по всем областям Беларуси. Это сделано для того, чтобы мы могли организовать, например, для Могилева экскурсии в Бресте с использованием системы Беларусь-туриста. А в этом городе, в Могилеве, мы используем их площадку и те цены, которые они нам предлагают, непосредственно в городе Могилеве. И так по всей республике. Областной координационный совет по туризму создан в прошлом году в целях продуктивного взаимодействия общественных объединений, туристических предприятий, организаций Брестской области по вопросам создания благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма в Беларуси, повышения его экономической эффективности, а также его продвижения.